Всем привет! Это товарищ Сафронов и чувак. Какой-то. Ты кто? Зелёный. Чё ты здесь делаешь? Не знаю. И Денис. Вот. И у нас сегодня обзор на Nerf Rival серию. И сразу на два бластера будет. На Nerf Apollo и на Nerf Atlas или Atlant, как там называют его. Вообще называется он Atlas, но Atlas это Atlant. Мы выяснили, что это то же самое. Вот. Переводится как и Atlant, так и Atlas. Можно и так, и так. Но у нас его Atlas. Короче, ладно, всё. Серию Rival я ещё не обозревал. Это Nerf, который стреляет шариками. Ну, давайте я вам покажу. Я заказал вот в такой вот коробке. Мне пришло из Америки. Можно подробнее. Я рассказывал в большом выпуске, почему, что и чего, и как это в такой коробке. Но я тебе тоже говорил уже, рассказывал, что... Экономнее. И дешевле. Так дешевле просто заказывать. У нас такой возможности нет, только в США. Вот. Внутри вот так упакован... Ну, сейчас я его распаковал. Точно так же внутри упакован и в которой красивые коробки, только внешне отличается. Значит, Nerf Rival серия. На всякий случай, если вдруг вы не знаете, это более серьёзная, более взрослая серия, которая рассчитана, по-моему, от 14 рекомендованных лет. Если, да, там даже написано вот, сама по себе серьёзнее. Она стреляет уже не стандартными стрелами, а такими мячиками, шариками. Ближе уже к страйкболу, да? Ну, отчасти, да. Ну, как минимум, как бы, явно смотрят туда создатели какие-то. Да, да, да. Потому что, во-первых, форма, да, круглая, всё-таки это уже какой-то переход от стрел. Они же могли бы использовать и такие стрелы здесь тоже, чего мешало. Во-первых, переход к шарикам. Во-вторых... Большая вместимость. Да, этих магазинов различных, ну и так далее и тому подобное. Мощность, по идее, больше и всего остального. Но это мы сейчас всё проверим. Не, естественно, совместимо с нёрфами обычными, которые с длинными стрелами, ничего не совместимо, кроме улучшений, кроме прицелов, кроме рукояток. Потому что планка Пикатинни у них абсолютно идентична. Хоть цвет другой, чёрный здесь такой брутальный, но она полностью совместима. Вообще, цвет у нёрфа Ривол более такой брутальный и менее яркий, менее пёстрый. Про ярко-красный цвет ты говоришь. Менее пёстрый, ладно, менее пёстрый. Нету того, что там синенькая, голубенькая, там ещё где-то розовенькая, ещё что-то. Вот тупо красный-чёрный, красный-чёрный или синий-чёрный. Всё, больше никого. И сейчас скоро выйдет новый один пластер, который заанонсирован, был точнее слит, белый-чёрный будет. Вот это самое, по-моему, приятное. Гера будет, да, так называться. Пушка автоматическая или полуавтоматическая, неважно. В общем, вот такие цвета, типа, не для детей. То есть, как это... Разноцветные это для малявок. Вот, настоящие 14-летние брутальные мужики. Только красный и чёрный. Всё, после 14-ти лет у человека отсекается цветовой фильтр. До 18-ти лет, а после 18-ти уже просто чёрный. Чёрный и белый, да, всё-то мир становится серым. Это нёрф Аполло. У нас сегодня в обзоре будет... И я сказал уже, да? Назвал его, я уже говорил. Атлас, да? Атлас. Дробовик. Он у нас тоже недавно появился. Сейчас посмотрел на него. Цену скидывают, скидывают. Потому что... Потому что я выпустил видео, в котором рассказал, что у нас цена завышена. И теперь его все резко начали скидывать. Поэтому 4 500. Вот этот можно купить. Сейчас типа распродажи. Нашёл он в каком-то магазине, даже дешевле. Но что-то стремаюсь там рекомендовать его. Поэтому в большинстве 4 500. Я брал за 30 долларов. 6 на 3, 18. Да? За 1800 получается. В Америке стоит. У нас минимальная цена 4 500. Средняя такая везде. Ну, как бы... Здесь, кстати, он стоил 20 долларов. Это у нас 1200. А сейчас его можно по распродаже найти в наших магазинах за 2000. Что очень хорошо. Потому что там, получается, плюс если доставка из Америки, ещё что-то. В общем, за 2000 это более чем нормально взять вот этот бластер у нас по распродаже. Может даже где-то поискать. Может что-то дешевле. Потому что в детском мире только увидел. Так вот, значит, по поводу этих нёрфов. Это сам бластер. Больше ничего в нём, никаких секретов, прикольчиков нет. Вот он так и выглядит. В комплекте идёт магазин. Который, к слову сказать, очень важно. Несовместим с другими бластерами нёрфов. Точнее как? Несовместим. Ривол. Да, с другими бластерами нёрфов этих Ривол. И в том числе с другими вообще нёрфами тоже. Тоже несовместим. Потому что он очень короткий. И он подходит только для конкретно данного бластера. Вот, например, другой магазин от другого нёрфа. Этот магазин совместим с этим бластером. Просто сразу, чтобы вы понимали, если не пытались, этот магазин совместим с этим бластером. Но не наоборот. Никак. Заряжаются сюда 7 снарядов. Вот таких вот маленьких. Из чего они сделаны? Кто-то высказал предположение, что они из резины. Но у меня есть большие сомнения, что это резиновые снаряды. Это спиненный какой-то материал другой. Да. Они мягкие, они сжимаются. Но из-за того, что этот бластер мощнее, чем другие нёрфы, то, в принципе, попадёт он бобоха. Как должно быть. Не так, чтобы прям что-то кардинально сложное случится. И, наверное, друг по другу постреляем. И друг по другу постреляем, чтобы понять вообще. Не буду показывать коробку, потому что там такая же некрасивая была картонная коробка. Но главное, что цена была всего в 30 долларов по распродаже. И вообще замечательно. 4 500 у нас стоит. И вообще посмотрим сейчас и решим, стоит ли его брать. Вот дело в том, что он стрелять будет. Ко-2 снаряда должен стрелять. А, ну тогда да. Тогда уже да. Дробовик. То есть мы внизу, вот у нас внизу такая рукоятка. Да? Получается. Мы себя тянем, от себя отпускаем и сейчас бабахнет. Шлёпает оно вот прям от души. Кстати, этот тоже довольно громкий. Шарик. Или здесь? Чёрт. Ну ладно. Неплохо. Где-то он там. Довольно простой механизм, что здесь, что здесь. Всё механическое. Ничего не должно давать сбоев. Всё должно вылетать так, как вылетает. И работать так, как работает. Есть рис-планка, также для улучшений. Есть мушка. Мушка? Это, значит, бутафорский здесь, вы понимаете, ствол. Выстреливает отсюда только. Но выглядит вот так вот брутально. В отличие от бластера Аполло, этот имеет уже отсек для изъятия застрявших шариков. Здесь интересный механизм. Сейчас я поближе его покажу уже на этапе стрельбы. Посмотрим, как это выглядит. Также здесь есть, значит, кнопочка для того, чтобы можно было изъять магазин. Также такая же кнопочка есть и у этого. Бластер у Аполло. То есть мы, например, взводим, взвели и понимаем, что что-то надо, надо, надо как-то вытащить. Что-то случилось не так. Нажимаем эту кнопочку и сможем достать магазин и шарик у нас отсюда выпадает снаряд. А уже бластер мы можем потом в холостую выстрелить. Вот такая штуковина. У этих бластеров, мы не сказали еще, есть предохранители. Да, да, это очень важно, это то, что у всех не хватало. Да, у тех бластеров, ну, я не знаю, может быть, у каких-то моделей каких-то, где-то это было у нерфов, я не буду спорить, со знатоками. Но здесь есть абсолютно у всех. Есть предохранитель, который не даст сделать выстрел случайный. Это здорово, кстати, это очень здорово. Особенно учитывая, если, например, дети разного возраста играют, допустим, кто-то играет таким бластером, кто-то таким, чтобы малышей не хватали, случайно куда-нибудь не пульнули. Но предохранитель ставить можно. Здесь есть такой и здесь точно самое, здесь тоже есть предохранитель. Как-то действует наоборот, кстати. Он зеркальный. Там ты снимаешь указательным пальцем, а здесь ставишь, ну, предохранитель. А, ничего себе. Что, пойдем стрелять? Пойдем. Еще раз, если вдруг вы не заметили, не просмотрели у меня в руках на картинках в интернете, вот можете посмотреть сейчас. Так выглядит у нас много всяких интересных таких решений. Такой суровый, взрослый, конечно, уже дизайн с грубыми линиями ломанными. Здесь, здесь какие-то зубчики и так далее. Нету никаких финтифлюшек, это понятно. Вот так выглядит. Собран хорошо, естественно, это нерф. Никаких от него сюрпризов или недостатков особых ждать не стоит. С одной стороны, естественно, со стороны, которая в коробочке красиво выглядит, он покрашен. Здесь у нас такие рисочки. Здесь классная надпись, как граффити практически Rival. С этой стороны ничегошеньки, потому что эту сторону вам уже продали, продав вот эту. Здесь есть кнопка для того, чтобы изъять наш магазин. Взводим. Видно вам или нет? Взводим вот так вот, достаточно уверенно. Для детей, опять же, для маленьких, это будет очень тяжело по сравнению с обычными нерфами. Вот реально раза, наверное, в полтора-два тяжелее. Обратно. И плюс это громко и довольно, не знаю, далеко или нет. Сейчас посмотрим. Ну, так себе, на самом деле. Посмотрим сейчас, затестим все остальное. Вот я сейчас выстрелил. Не сказать, что прямо шокирован. Ну что, давайте попробуем пострелять, как это выглядит. Главное, что нас интересует, как стреляет. И. Бам. Ну, вот та сейчас летит хорошо. Видимо, там все-таки может поток ветра там его сносит, потому что сейчас вот явно вот он очень хорошо летит. Так. Конечно, я не попаду по этой штуке. Ей! Все, закончилось. Этого мало, конечно. По поводу скорострельности. Можно, в принципе, куда-то его упереть, из-за того, что, опять же, такая конструкция. Упереть в плечо и, допустим, так как-нибудь шарашить, в принципе. Но прицельности будет никак. Но прицельности будет все-таки этот, наверное, бластер рассчитан на то, что ты зарядил, прицелился, выстрелил. Потому что он небольшой, легкий, типа и должен быть точный. Попробую, давайте в вас пострелять. Подождите, ну в вас же надо пострелять, в вас. Итак, тест. Пока Денис ищет шарики, я хотел бы отметить, что точность у него очень хорошая. Но из-за формы шариков, все-таки они круглые и легкие, их сносит потоком ветра. То есть, ну вот препятствие есть, и оно прямо подлетает, если вдруг так уж сложилось, что какое-то, видимо, дуновение ветра в эту сторону. Так что, да, точность это хорошо, но легкость снарядов и их форма играет роль. Поэтому некоторые летят так, так, так. Но в большей степени, наверное, чем обычные стрелы Нерф, точнее. По поводу, значит, вот нашего дробовичка. Да, значит, он абсолютно не сбалансирован, ну как бы, для того, чтобы держать его одной рукой на вытянутой руке. Но я не представляю, кто как часто держит дробовик одной рукой на вытянутой руке, кроме как терминатор. Вымышленный робот из будущего. Ну, в целом, можно, конечно, вы удержите, но не так, что долго, потому что огромные массивные части, вы понимаете. Когда берете вдруг выпушку, когда берете, у которой рукоятка находится сзади, понятно, что она будет несбалансирована. То есть, я понимаю, если она будет спереди, то у вас будет несбалансирована в эту сторону. Если она будет четко посередине, то тогда да. Или сзади будет какое-то еще продолжение, тогда можно ждать какого-то баланса. Поэтому говорить о том, что он несбалансирован, да, это ерунда полная, потому что он сбалансирован, чтобы держать его в двух руках. Это огромная штуковина И все же это дробовик, решили мы, скорее всего Потому что он стреляет по два патрона Убедимся в этом, конечно же, сами Насчет рукоятки Хочу сказать сразу, что здесь рукоятка удобнее, чем у Аполло Хвата хватает, очень хорошо, хватает хвата Удобно держать, все супер, все здорово Особенно для детей и подростков Потому что у меня не самая маленькая, не самая большая рука, а средняя Но, честно сказать, Аполло недотягивающее до предохранителя Тем более не дотягиваешься Здесь же все просто Мы блокируем его указательным пальцем, разблокируем большим Все наоборот у Аполло будет Вставляем здесь магазин Вынимается и вставляется он вот таким образом На салазках практически Вот так, раз И почему-то иногда, не с первого раза у меня получается вставить его Иногда Но это дело, мне кажется, сноровки Вот как-то так иногда это получается Ну, дело сноровки в тренировке Благодаря вот этому окошку, видимо, мы сможем посмотреть Как у нас происходит процесс заряд Заряжания Зарядки Зарядка это у батареек, да? Ну и утреннее еще зарядка Раз, мы делаем И мы делаем Видно или нет, интересно вам? Надеюсь, видно Так И раз Мы делаем Раз У нас шарика Два шарика Попала вот сюда, видите, в этот контейнер Пластиковый Вот И Два Все Они у нас уже внизу Опустились На нижний этаж Лифт такой, нерф Да, да Получился Ну, это закрываем Всегда это закрыто Это просто посмотреть, как это работает Можно Прикольно, что дали еще возможность посмотреть Ну, то есть И механизм Правда, не знаю, как доставать, если они застряли Ну Ну Неважно Ладно Два вылетает все-таки Два Я сейчас только Вон, закончились мячики Да что ж такое Они все облетают Как Как Назло Значит, пошла Ловит шариков на старте А, ты с одной руки, как терминатор Так Да Да, все-таки Выше надо брать О, е Ей О, подключился Все? По-моему, да Да Денис вызвался сам Ты подписал договор Не подписал, конечно, ничего Ну ладно Короче, он согласился проверить на себе, как больно или нет Вообще чувствуется выстрел или нет Здесь сколько? Метра три, да? Ну да Да Метра три Посмотрим Чтобы ты был готов Куда? В живот Нет, в грудь Главное не промахнуться куда-нибудь Ну-ка Ну, ощутимо Ощутимо? Еще раз Опасно было? Да, чувствуется Несмотря на то, что ты в курточке Да, у меня плотная В курточке Подальше Подальше, да? Я понял тебя Итак, дробовик Не повторять этого дома Подготовленные, как это? Каскадеры-специалисты Делают это исключительно в целях научных Чуть повыше надо брать Ну вот так Ладно, не будем всю выпускать Дениса Потому что я тоже хочу затестить Свои эмоции Ну, расскажи, как тебе? Ну, есть ощущение Но не больно Не больно Просто чувствуется, что попало Пожалуйста, в квадратик Как-нибудь я так Я так Дашь, дашь, дашь Иду Ну, так О, это нормально В маечке Ощутимо Да, ощутимо Прям шлеп-шлеп Только в ладонь О, ну нормально Короче, оно так вот Как бы Привет, привет Привет, ребятки Я чувак в крутых очках Оно чувствуется, как она стреляет Короче, надо быть осторожным К тому, что надо быть осторожным Вот И обязательно очки И обязательно очки Потому что если родители увидят ребенка вот с таким вот глазом Вряд ли еще захотят купить ему еще один нер Справедливости ради Мы сравним сейчас просто дальность ритолейтера О, одной из моих любимых пушек Главное, чтобы сейчас стрела не косячная была И осечки не было И вот этой простой Просто И этой простой от Rival серии Этой просто простой Ушки Ну, давайте посмотрим, как далеко улетят стрелы И Настерят внимание Поехали Ну По-моему, очевидно, да? И для верности второй раз Раз, два, три Ну Все, по-моему, все равно Ясно, понятно Ну вот Дорогой дружок Мы протестировали NERF Rival Первый такой знакомительный выпуск Может быть, получился долгий Наверняка, как и всегда Я говорю, что Следующий будет короче А он еще в два раза длиннее Это нормально Но надеюсь, что Следующие будут Как бы Поскольку мы будем все уже знать о них Следующие будут покороче все-таки выпуски Выводы Дробовик стреляет очень странно Он слабее выстрела Видимо, за счет того Что пружина пытается Вытолкнуть сразу два шарика Вот А он слабее, чем вот этот вот Бластер И Когда два шарика Они норовят облететь цель вокруг Один справа, другой слева Почему так происходит? И за целью Они опять происходят Их объединение Да-да-да Почему-то так Они оба облетают О, цель Ну, нафиг Да-да-да Зачем дробовик Он выглядит, конечно, брутально Мощно В руке лежит очень круто Он такой прям Ты чувствуешь, что у тебя пушка И сейчас ты всем тут накостыляешь Но на деле Ну такое То есть, вот серьезно Эта штука эффективнее Как по мне Если еще поставить вот такой магазин Да, если еще найти отдельно магазин То вообще будет огонь Так что я больше бы рекомендовал Вот эту пушку Из вот таких механических Да, конечно, этот просто выглядит круто Стреляет по два Но явного преимущества у него нет Даже в чем-то он уступает Вот так Особенно мне очень странен этот лифт С первого на второй этаж В возящие шарики Да Когда мы опускаем Здесь забираем Сюда вниз перевозим Ну, так себе В общем, вот такие дела Первый обзор из серии Нерф Райвел Спасибо Денису, что Вам мог Сегодня Сегодня снять такой ролик Для вас Надеюсь, вам было интересно Ставьте большие пальцы вверх Ждем еще Дениса в гости Еще На обзорчиков нерфов На нерфики Правильно Надо, надо, надо Да Надо, надо Нерфики Все же ждут нерфики Ну и к слову Поиск шариков Поиск шариков вдвоем Да Мы нашли Очень много Стрелушек Которые Которые мы в том году Еще, по-моему, стреляли Потеряли, да Да Но шариков У нас получилось На пять меньше Было 27 Осталось 22 Тинь-динь Хотя вроде все локально Вы видели, вроде, куда все это падает Вместе с нами Но, несмотря на это Может быть, будем пересматривать Когда О, вон он там У соседей Вот Я думаю, что у соседей много вообще Стрелу Ладно, все Пока-пока Обзор на Райвал Если понравился Большой палец вверх Залепи Пожалуйста Самолет Пролетай, пожалуйста Ну ладно, все равно все слышно Пока-пока До новых встреч И ждите новых обзоров на Нерф Райвал Нормально Это для превьюшечки Субтитры сделал DimaTorzok